Беседа 48, Матфея 13, 53, 495 И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. Для чего присовокуплено сии? Для того, что Господь намеревался сказать еще другие притчи. А для чего переходит Он на другое место? Для того, что хочет сеять Слово повсюду. И пришел в Отечество Свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Какое же Отечество Христа, разумеет, здесь Евангелист? Думаю, что Назарет, потому что сказано, и сотворил там многих чудес. В Капернауме же Господь творил чудеса. Почему и сказал и ты, Капернаум, до небеса, вознесшийся до ада, не звергнешься? Если бы в Содоме были явлены силы, которые явлены в тебе, то они прибыли бы до сегодня. Но пришедшим Назарет Христос оставляет чудеса, чтобы не возжечь в иудеях большей зависти, и чтобы не осудить строже за умножившееся неверие. И взамен того предлагает учение не менее чудес чудную. Но люди до крайности бессмысленные, когда надлежало девице изумляться силе слов Христовых, вместо того унижают Христа по мнимым Отце Его. Хотя в прежние времена много имели тому примеров, что у незнатных родителей бывали знаменитые дети. Так Давид был сыном одного незначительного земледельца Исея. И Амос, родившись от пастуха, Кос, и сам был также пастухом Кос. И у Моисея законодатель отец был гораздо его ниже. Следовательно, и перед Христом должно было благоговечь. И прийти в изумление, потому наиболее, что, имея таких родителей, говорил необычайное. Это ясно показывало в нем не человеческое обучение, но божественную благодать. Но за что надлежало удивляться, зато презирают. Между тем Господь постоянно ходит в синагоги, чтобы за всегдашнее пребывание в пустыне не стали еще расславлять о нем, как о раскольнике, и враге общества, и так, девясь и недоумевая, иудеи говорили. Откуда у него такая премудрость и сила, называя сила мили чудеса или самую премудрость, не плотников ли сын он, не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда, и сестры его не сели между нами, откуда же у него все это, и соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их. Примечаешь ли, что Господь беседовал в Назарете, не брать ли ему тот и тот говорили там, так что же, это то самое и должно было особенно обратить вас к вере, но зависть лукава и часто противоречит сама себе, что было и странно, и чудно, и достаточно к тому, чтобы привлечь их, то самое их и соблазняло. Что же сказал им Христос? Он говорит им, что не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем. И не совершил, добавляет, там многих чудес по неверию их. Евангелист же Лука сказал, не сотворил там многих знамений, хотя следовало сотворить. В самом деле, если удивление к нему возрастало, даже и тогда делились уже, то почему бы не сотворить чудес? Но целью его было не себя показать, а им доставить пользу. А так как в последнем не было успеха, то Спаситель пренебрег и то, что касалось за него самого, чтобы не увеличить их наказание. Смотри же, хотя он пришел к ним после долговременного отсутствия и показавшим множество знамений, но они и теперь не потерпели его, снова распалились ненавистью. Но для чего он сотворил немногие чудеса? Для того, чтобы не сказали, что врач исцелись сам. Не сказали. Он наш противник и враг презирает своих. Не сказали. Если бы чудеса были, мы бы уверовали. Вот почему он и сотворил чудеса и удержался от чудес. Сотворил, чтобы исполнить свое дело. Удержался, чтобы не подвергнуть их большему осуждению. Вникни же в силу сказанного. Обладаемые ненавистью вместе и делились. Но как судя о делах Христовых, не охуждает самых дел, но вымышляет небывалые вины и, говорят, изгоняет силой князя Бесовского Вильзевула. Так и здесь судя об учении не осуждает его, но прибегает к низости рода. А ты заметишь исходительность учителя. Как он не упрекает их. Но с большой кротостью сказал, не бывает пророк без счастья, разве только в своем отечестве. И даже на этом не остановился, но присовокупил и в доме своем. Превосокупил же это, как думаю, разумея братьев своих. Евангелистов Луки, Господь представляет тому и примеры, говоря, что Илья приходил не к своим, но к иноземной вдовице, и что Елисеем исцелен от проказы, не другое кто, а иноземец не иман. Израильтяне и благодеяние получили, и сами добра не делали, а благодетельствованы и благодетельствовали чужие. Говорит же это Христос, чтобы показать злой их нрав, и то, что обращение с ним не есть что-либо новое. В то время Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе. Царь Ирод, отец упоминаемого и избивший младенцев, тогда уже умер. Евангелист не без намерения означает время, но чтобы ты увидел суетность и небрежность государя, который о делах Христовых узнает не вначале, но в прошествии немалого времени. Так-то люди, обреченные властью и величием, мало уважая такие вещи, поздно узнают о них. Но ты познай могущество добродетели. Ирод боится и умершего Иоанна, даже от страха любомудрству это воскресение. И сказал служащим при нем, это Иоанн Креситель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Видишь ли, как силен у него страх. Он не смеет и теперь сказать это всенародно, говорит только своим придворным. Впрочем, самая догадка грубая и нелепая, хотя многие воскресали из мертвых, но ни один не творил таких чудес. Мне кажется, что сказано Иродом, внушенной и честолюбием, и страхом. Действительно, душа, неуправляемая разумом, часто вмещает в себе смесь противоположных страстей. Так, по сказанию евангелиста Луки, в народе о Христе говорили это Илья, или Иеремия, или один из древних пророков. А Ирод, как бы говоря, рассудительнее прочих, назвал его Иоанном. Вероятно же, когда прежде другие признавали его Иоанном, так как же это говорили многие. Тогда с самохвальством и кичливости Ирод отвергал такую малу, говоря, «Я умер, твил Иоанна». Марк и Лука приписывают Ироду такие слова, «Усек и Оанна казнил». Но когда случаи усилились, то Ирод уже начинает говорить одно с народом. Далее евангелист рассказывает нам самое происшествие. Почему же не описал его прежде? Потому что единственным намерением евангелистов было говорить о делах Христовых. И они ничего не говорили лишнего и постороннего, кроме того, что могло содействовать и их главной цели. Потому и теперь они не упоминали бы о происшествии, если бы оно не касалось Христа. Ирод не сказал, что Иоанн воскрес. Евангелист Марк замечает, что Ирод весьма уважал Иоанна, хотя и был им обличаем. Такое могущество добродетели! Евангелист же Матфей так продолжает повествование. Ибо Ирод взял Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее, и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Почему же Иоанн говорил не с Иродиадой, а с Иродом? Потому что Ирод имел больше власти. Заметь же, как легко Евангелист обвиняет Ирода, предсказывая дело как простой повествователь, а не как обвинитель. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. О, дьявольское пиршество! О, сатанинское позорище! О, беззаконная пляска и награда самой пляски беззаконнейшая! Дерзнули на убийства! Все убийства с злодеянием превосходящие! Достойный венца и величание перед глазами всех заклан, и победное знамение бесов на трапезе поставлено. Самый образ победы достоин события. Плясала, говорит, евангелист. Посимон с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь, на блюде, голову Иоанна Крестителя. Двойное преступление, и потому что плясала, и потому что угодила. И угодила так, что в награду совершается убийство. Видишь ли, как бесчеловечен, как нечувствителен, как бессмыслен Ирод. Себя связывает клятвою, и девица дает полную власть просить. Когда же увидел зло, какое из уст его вышло, то опечалился царь, но ради клятвы, возбежавшись с ним, повелел дать ей. Хотя сначала сам связал Иоанна. Почему же печалится? Такова добродетель. И у порочных людей она достойна удивления и похвал. Каково же неистовство Иродиады? Ей надлежало удивляться и Иоанну. Надлежало благоговеть перед ним, потому что защищал ее от позора. Она замышляет о смерти его, расставляет сети, просит сатанинского дара. Ирод же убоялся, говорит Евангелист, ради клятвы и возбежавших с ним. Но как же ты не убоялся поступка бессиловешнейшего? Если ты боялся иметь свидетелей клятвы преступления, то гораздо больше надлежало тебе страшиться иметь стольких свидетелей такого беззаконного убийства. 498. Но так как, думаю, многие не знают силы того обвинения, из-за которого произошло убийство, то считай, нужно объяснить это, чтобы вы ясно увидели мудрость законодателя. Какой же это был древний закон, нарушенный Иодом и сильно поддерживаемый Иоанном, тот, что жена умирающего бездетным должна была выходить за брата его в 2 законе 25.5. Так как смерть была неотвратимое зло, а законодатель во всем промышлял о жизни, то поставлено законом остающемуся в живых брату вступить в брак с женой умершего и по имени его называть родившегося младенца, чтобы род умершего не прекращался. Если кто умирает без надежды оставить после себя детей, без этого величайшего утешения в смерти, то скорбь о кончине его ничем не может быть утолена. Вот почему для тех, кого природа лишила детей, законодатель придумал средства к утешению и повелел, чтобы младенец, рожденный после покойника, считался его собственным. Когда же после умершего оставались дети, указанный брак не был допускаем. Но почему же, спросишь, если посторонним он был позволителен, то не гораздо ли больше брату? Немало. Законодатель желал, чтобы родство распространялось, и больше было поводов к установлению близких отношений между людьми. Почему и женой умирающего бездетной не вступал в брак посторонний? Потому что в таком случае младенец не считался бы принадлежащим покойнику. А теперь, так как младенец рождался от брата, самый подлог делался неприметным. Притом посторонний вовсе не имел и нужды восстановлять дом умершего. А брат своим родством приобретал на то право. А поскольку Ирод вступил в брак с женой брата, у которого была дочь, то Ян обличает его за это и обличает со всей пристойностью, при дерзновении показываясь нисхождение. Но смотри, каким сатанинским делом было все это позорище. Во-первых, оно состоялось через пьянство и свастолюбие, откуда ничего не происходит доброго. Во-вторых, зрители были люди развратные, а дающие пиршество всех беззаконнее. В-третьих, забава была безумная. В-четвертых, девица, через которую брак делался противозаконным, и которая надлежала скрываться от света по причине позора своей матери, пышно является в собрании и, отложив девический стыд, затмевает собой всех блудниц. И самое время немало служит к осуждению этого беззакония. Тогда как Ироду надлежало благодарить Бога за то, что в этот день произвел его на свет, он отваживается в это время на такие беззакония. Когда надлежало освободить связанного, тогда он кузом присоединяет убийство. Да обратят на это внимание те из девиц, а еще более из замужних женщин, которые на чужих браках не отказываются вести себя неприлично, скакать, плясать и срамить свой пол. Да обратят также внимание те из мужчин, которые любят роскошное и сопровождаемое пьянством пиршество. Да убоятся они бездны, изрытой дьяволом и несчастным Иродом. Так сильно владел тогда дьявол, что он клянется отдать даже половину царства. Об этом так говорит евангелист Марк. И клялся ей, что чего не попросишь у меня, отдам тебе даже до половины царства моего. Так высоко ценил Ирод свою царскую власть. Так отдался в плен страсти, что уступает царство за пляску. И чему удивиться, если так случилось с Иродом, когда и ныне при высоте любомудря много таких изнеженных юношей, которые за пляску отдают свои души, даже и не обязываясь к тому клятвою. Предавшись в плен удовольствием, они подобно бессловесным ведутся, куда влечет их волк. Тому же самому подвергся тогда и безумец Ирод, безрассудно совершавший два постыднейших дела. То, что дал волю женщине столь неистовой, упоенной страстью и ни в чем себе не отказывающей, и то, что связал себя к клятвою. Но как не беззаконно поступил он, жена была всех беззаконней и девицей царя. Она-то была изобретательницей всех зол, она устроила все дело, хотя ей больше всего надлежало благодарить пророка. И дочь исповиновения ей бесчинствовала, плясала, просила об убийстве, и Ирод ей же уловлен был в свете. Видишь ли, как справедливо сказал Христос, кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Если бы дочь Иродиадина соблюла этот закон, то не приступила бы многих законов, не совершила бы этого гнусного убийства. В самом деле, что может быть хуже такого зверства, просить в знак благодарности убийства, просить убийства беззаконного, просить убийства среди пиршества, просить убийства бесстыдно и при народе. Не наедине приходит она и предлагает просьбу, нет. Она говорит ее при собрании, сбросив с себя личину, совершенно откровенно взяв дьявола в помощники. И, конечно, дьявол сделал то, что она и угодила тогда пляскою, и приняла Ирода подлинно, где пляска, там и дьявол. Не для того Бог дал нам ноги, чтобы бесчинствовать, но для того, чтобы ходить чинно. Не для того, чтобы прыгать, подобно верблюдам. И они, а не только женщины отвратительны, когда пляшут, но для того, чтобы ликовать с ангелами. Если тело делается безобразным при таких бесчинствах, то не гораздо ли больше душа? Так пляшут бесы, так обольщают служители бесов. Писот. Вникни же в самую просьбу, дай мне здесь на блюде голову Яна Крестителя. Видишь ли, как она потеряла весь стыд, как вся предалась дьяволу. И о достоинстве помнит. И того, однако ж, не стыдится. Но будто говоря о каком-нибудь кушании, просит принести на блюде эту священную и блаженную главу. Даже не указывает и причину, почему просит, так как никакой не имела, но просто изъявляет желание, чтобы в уважении ей было сделано зло другому. Не сказала? Приведи его сюда и умертви. Потому что не вынесла бы дерзновения, готовящаяся к смерти Яна. Она боялась услышать грозный голос умерщвляемого, ведь Иоанн не умолчал бы и перед усечением. Потому и говорит, дай мне здесь, на блюде. Хочу видеть этот язык молчащим. Она не только желала освободиться от обличения, но наступить на лежащего и насмеяться над ним. И Бог потерпел это. Не послал молнии свыше и не попалил бесстыдного лица. Не повелел расступиться земле и поглотить злое это сонмище, чтобы и праведника увенчать больше, и тем, которые впредь будут терпеть неправду, доставить обильное утешение. Итак, пусть выслушат это те из нас, которые живя добродетельно терпят насилие от злых людей. И тогда Бог потерпел, чтобы живший в пустыне, ходивший в кожаном поясе, в волосяной одежде, пророк, даже больше пророка, тот, перед кем нет большего изрожденных женами, был умерщвлен, умерщвлен бесстыдной девою и развратной блудницей. Умерщвлен за то, что защищал божественные законы. Помышляя об этом, будем мужественно переносить все, что не случится нам терпеть. Вот и тогда эта гнусная убийца и преступница, как только хотела отомстить огорчившему ее, так и могла сделать. Извела весь свой гнев, и Бог попускал то. Хотя Ян ничего не говорил ей самой, ни в чем не обличал ее, а винил одного мужа, однако совесть была строгим обличителем. Мучимая и угрызаемая влекла в позор и себя, и дочь, и умершего мужа, и живого прелюбодея, стараясь превзойти прежние свои преступления. Если для тебя прискорбно, говорила она, что Ира прелюбодействует, то я сделаю его и убийцей, заставлю умерщвить обвинителя. Выслушайте это вы, которые через меру пристращаетесь к женщинам. Выслушайте вы, которые клянетесь, не зная в чем, делайте других властелинами вашей гибели, и сами себе роете яму. Ирод погиб так же. Конечно, он думал, что дочь Иродиады попросит себе чего-нибудь приличного пиршества, и именно как девица в торжественный день среди общего веселья при собрании станет просить какого-нибудь блестящего и изящного подарка, а не попросит головы, но обманулся. И однако все это не извиняет его. Пусть Иродиада имела сердце свойственно только борцу со зверями, но ему не следовало добваться в обман и рабски служить тиранским повелениям. И во-первых, кто бы не ужаснулся, видя священную голову крестителя, лежащую в крови среди пира, но не ужаснулся беззаконный Ирод, не ужаснулась и женщина преступнее Ирода. Таковы распутные женщины. Они всех бывают бесстыднее и свирепее. Если мы, слыша о том, приходим в ужас, то какое зрелище должны были тогда вынести взоры? Что должны были чувствовать присутствовавшие на пире, когда среди общего веселья увидели кровь, каптующую с головы, только что усеченной? Но эта кровопийца, самих фурии лютейшая, немало не смутилась при таком зрелище, еще и услаждалась им. Если уже не могло подействовать ничто другое, то при одном взгляде надлежало ей прийти в оцепнение. Но и это не подействовало на гнусную убийцу, жаждущие крови пророческой. Таков блуд не только делает наглецами, но и гнусными убийцами. Предавшаяся распутству близка к тому, чтобы покуситься на жизнь оскорбленного ей супруга. Готова даже отважиться не на одно или два, но на тысячи убийств. Много есть примеров таких злодеяний. Конечно, иродиада так поступила тогда в надежде наконец предать забвение свое преступление. Но вышло совершенно наоборот. После этого Иоанн начал вопиять еще громче. 502. Но человек в злобе смотрит только на настоящую и подобен одержимому горячкую, которая безвременно просит холодного. Если бы иродиада не умертвила обличителя, то не обнаружилось в такой мере преступление. Ученики Христова ничего не говорили о том, что ирод ввергнул Иоанна в темницу. Но когда убил его, тогда принуждены были объявить и причину. Они хотели прикрыть блудницу и не желали обнаруживать худых дел ближнего. Но когда доведены были до необходимости изложить происшествие, тогда рассказывают все преступления. И чтобы не стал кто подозревать, что причиной умиршления было нечто худое, как в истории Сиевды и Иуды, оказались вынужденными объявить и повод к убийству. Итак, чем более хочешь утаить грех, по примеру Иродиады, тем более обнаруживаешь его. Грех покрывается не присовокуплением греха, но покаянием и исповедью. Смотри же, с каким беспристрастием Евангелист повествует о всем и даже что только мог приводит в оправдание. Относительно Ирода говорит, что он совершил преступление ради клятвы и возлежавшей с ним, и что опечалился, а девица заметит, что она подучена была матерью и что отнесла главу матери, как бы желая тем сказать, что дочь исполняла приказ материн. Так, все праведники болезнуют не о терпящих, но о делающих зло, потому что делающие зло в большей мере и терпят его. И теперь не Иоанну сделано зло, а подверглись ему те, которые довели его до смерти. Будем и мы подражать праведникам и не только остережемся осмеивать грехи ближних, но постараемся по мере возможности даже прикрывать их. Научимся быть любомудрыми. Вот Евангелист, говоря о распутной женщине и гнусной убийце, выразился, насколько лишь было возможно безобидно. Не сказал он на вожденок кровожадной преступной матерью, но просто матерью, потребляя самое почтительное имя, а ты оскорбляешь и укоряешь ближнего, и когда бываешь в досаде, не хочешь так помянуть о брате, как Евангелист, облуднице, но со всей лютостью, в несносных укоризнах называешь его злодеем, негодяем, лукавцем, безумцем и другими еще более оскорбительными именами. Мы еще более ожесточаемся и злословие укоряя, оскорбляя брата, говорим о нем как о чужеземце. Но не так поступают святые. Они больше плачут о согрешающих, чем проклинают их. Будем и мы поступать так же, будем плакать об иродиазе и о подражающих ей. И ныне ведь бывает подобное пиршество. И если не умершляется Иоанн, то умершляются члены Христовы, и еще с большей жестокостью. Пляшущие ныне не голову просят на люди, но душу пирующих с ними, порабощая их, вовлекая в беззаконные пожелания и соблазняя блудницами, не главу усекает, но умершляет душу, потому что делает развратными и сниженными блудниками. не говоря мне, не говори, что ты, когда разгорячаясь вином и упившись, смотришь на пляску и слушаешь бесстыдной речи женщины, ничего к ней не чувствуешь и не влечешься к разврату, одолеваемой сладострастием. Напротив, ты терпишь ужасный вред, потому что члены Христовы делаешь членами блудницы. Если нет перед тобой иродиадиной дочери, то дьявол, плясавший тогда вне и ныне управляет пляшущими и ныне похищая души пирующих увлекает в плен. Если вы и без пьянства пробыть можете, то участвуйте в другом грехе жесточайшем. Таковы пирши сосоединены с множеством грабительств. Не смотри, прошу тебя на предложенные мясо и пироги, но рассуди, как все это собрано и увидишь, что собрано обидами, лихаимством, насилием, грабительством, но скажешь, что на ином пиршестве нет ничего такого. Пусть не будет, я и не желаю того. И все-таки роскошные ужины, если не заслуживают таких упреков, не свободны от осуждения. Послушай, как и помимо указанной причины порицает их пророк, говоря следующее, горе вам, пьющим процеженное вино, и первыми благоуханиями мажущиеся, а мост 6-6. Видишь ли, как осуждает и самую роскошь, не лихаимство порицает он здесь, а одно только сластолюбие. 503. Ты насыщаешься без меры, а Христу не достает и нужного. Для тебя ничего не значат пироги, а у него нет и черстого хлеба. Ты пьешь паское вино, а ему, жаждущему, не подаешь и чаша студеной воды. Ты на мягком и убранном ложе, а он цепенеет от холода. Вот почему твои ужины, хотя и чисто от лихаимства, все-таки не чисто от преступления. Так как ты все делаешь сверх нужды, и Христу не даешь, и нужного, это несмотря на то, что раскошенствуешь из его же имущества. Если сделавшись опекуном у сироты, взявши к себе его имущество, ты не можешь ему в крайнем положении, то найдутся против тебя тысячи обвинителей, если не поможешь ему, и будешь наказан по законам. А взявший имущество Христово или думаешь не дать отчета. И это я говорю не о тех, которые приводят к себе за стол блудниц, а таких, как о псах, нет и слова, и не о тех, которые преданы лихоимству и поедают чужое, и с такими, как со свиньями и волками, у меня нет ничего общего, а говорю о тех, которые пользуются собственным имением и не уделяют из него другим, о тех, которые безрасчетно проживают отцовское наследие, и такой не свободен от порицания, и скажи мне, как избежишь ты порицаний и осуждений, когда шут и комнатный пес у тебя присущаются, а Христос кажутся тебе их менее стоящим, когда иной из-за смехотворства берет много, а Христос за Царствие Небесное не получает и малой доли, иной за то, что молвил острое слово, пошел от тебя с полными руками, а Христос, научивший нас тому, чего, не зная, не различались бы мы от псов, не удостаивается такого дара, не приходишь ли в ужас, слыша это, так ужаснись самого дела, прогонить стунеядцев и сделать, чтобы Христос развел с тобой трапезу, если он вкусит твоего хлеба и соли, то снисходителен будет к тебе на суде, потому что он умеет помнить твой хлеб и соль, если разбойники не забывают гостеприимство, то гораздо больше владыка, вспомни о той блуднице, которую Господь оправдал за трапезу, а Симон укоряет, говоря, ты не дал мне и целования, если Господь питает тебя, когда ты не исполняешь этого, то без сравнения вознаградит, когда исполнишь, не смотри в нищем на то, что он неопрятный и гнусен видом, но представляй себе, что через него Христос входит к тебе в дом. Удержись от жестокосердия и злоязычия, каким всегда укоряешь приходящих, называя их притворщиками, ленивцами и другими еще обиднейшими именами. Рассуди, когда произносишь такие слова, какими делами занимаются твои тунеядцы? Какой пользы приносят они твоему дому? Верно, обед делают для тебя приятным. А чем это? Не тем ли, что ты бьешь их по щекам, а они говорят тебе всякий вздор? Не может ли быть что постыднее, как бить созданного по образу Божию и в обиде ему находить для себя забаву и тебе, человеку благородному и свободному обращать дом свой в театр, наполнять беседы свои с комарохами, подражать тому, что бывает в народных игрищах? Там тоже смех и побои. Итак, скажи мне, то ли называешь увеселением, что достойно многих слез, многого плача и сетования, тебе следовало бы обратить их к порядочной жизни, следовало бы внушить им обязанности их, а ты вовлекаешь их в напрасные флятвы и в бесчинные речи, и даже называешь это забавою. За что ты должен ждать себе гигиены, то считаешь предлогом к веселью, ведь как скоро у них не достает острых слов, тогда все они вознаграждают божбою и напрасными клятвами. Смеха ли это достойно, не плача ли и слез, и кто назовет это смешным, будучи в здравом уме, 505, но говоря это, не запрещая таким людям давать пропитание, напитай, но по-другому побуждению, дай кусок, но из человеколюбия, а не по жестокосердию, с милостью, а не с обидою, накорми, потому что он нищий, а не за то, что он говорит сатанинские речи и позорит свою жизнь. Накорми, потому что питаешь в нем Христа. Не смотри, что этот человек наружно смеется, но испытай совесть, когда увидишь, что он тысячекратно клянет тебя самого, стянает и скорбит, а если не показывает этого, то для тебя единственное. Итак, пусть окружают тебя люди нищие и благородно мыслящие, пусть они разделяют твою трапезу, а не клятва преступники, низкоморохи, если же хочешь потребовать у них вознаграждения за пищу. Прикажи им, когда увидят, какой беспорядок, вразумлять тебя, подавать советы, помогать тебе в хлопотах о доме, в управлении слугами. Если имеешь детей, пусть они будут отцами твоих детей, разделяют с тобой присмотр за ними, пусть приносят тебе прибыль, приятную Богу, доставляем случай к духовной купле. Если видишь нуждающихся в помощи, вели помочь, прикажи услужить, посредством их отыскивай странных, через них одевай нагих, через них посылай в темницу и разведывай чужие нужды. Вот какое вознаграждение, пусть они дадут тебе за пищу, полезной для тебя и для них не заслуживающей никакой укоризны. Через это и дружба связывается крепче. Теперь презренные тобой, хотя и думают, что ты любишь их, но вместе стыдятся, как живущие у тебя даром. Исправляя же такие поручения, станут усерднее служить тебе или тебя будут приятнее кормить их, потому что истратишься не даром. Они начнут обходить со собой смелые и надлежащие свободы и дом твой вместо театра сделается церковью. Дьявол убежит и вселится же Христос и лик ангелов. Где Христос, там ангелы. А где Христос и ангелы, там небо, там свет светлейший этого солнечного света. Если хочешь приобреть от них иное утешение, то в засужие время вели им, взяв писание, читать божественный закон. Они охотнее будут тебе служить этим, нежели забавляя иначе, потому что это и тебя, и их делает более почтенными. А другие забавы всех вместе позорят. Тебя как обидчика и упивающегося до забывчивости, а их как бедняков и готовых на все из-за куска. Если кормишь, что ты, чтобы обидеть, что это жестокосердие, чем если бы ты умертвил их жестокосерднее. А если кормишь для одолжения и для их выгоды, то поступок твой полезнее, чем если бы ты избавил ведомых на смерть. В первом случае унижаешь их перед самими слугами, так что слуги больше, чем они имеют смелости и чистой совести. В другом же случае делаешь их равными ангелам. Итак, освободи их и себя, истреби имя тунеядцев, переменуй их собеседников и, перестав звать льстецами, приветствуй, как друзей. Для того дружба установлена Богом не ко вреду, но ко благу и пользе любимых и любящих. Но бесчестная дружба хуже всякой вражды. От врагов, если мы захочем, можем получить и пользу, а от таких друзей ничего не бывает, кроме одного лишь вреда. Не имей же друзьями учителей вреда, не имей таких друзей, которые больше любят сытный стол, нежели дружбу. Все такие друзья, как скоро прекратишь пиры, прекратят и дружбу. Кто соединен с тобой добродетелью, тот неотлучно при тебе пребывает, перенося всякий недостаток, а эти тунеядцы такого свойства, что часто тебе мстят и навлекают на тебя худую славу. И я знаю многих людей благородных, которые через связи с ними заслужили о себе худое мнение, а не оклеветаны волшебствия, другие в прелюбодействии, а иные в деторастлении. Так как люди эти не имеют никакого занятия, а проводят жизнь в праздности, то многие подозревают, что они оказывают позорные услуги такого же рода. Итак, избавляя себя от худой славы, особенно от будущей гиены, и делая угодное Богу, бросим этот дьявольский обычай, чтобы когда едим и пьем, творить все во славу Божию, исподобиться от Господа славы, которую получим все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и пресна, и во веки веков. Аминь. Субтитры